Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас на частоте 102,5 FM и 7097 УКВ. Это радио Арисы. И сейчас начинается программа, которая именуется Coffee Break. У нас интересная беседа с интересными людьми. Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации города Кумертау по социальной и кадровой политике Лапшина Наталья Михайловна. Здравствуйте. Добрый день. Ну, сегодня мы собираемся здесь пообщаться как раз-таки по поводу великой даты, великого события, которое у нас предстоит. Это 9 мая. Дата действительно знаменательная. Вот говоришь эти слова, кажется, ну, они такие рядовые какие-то слова, знаменательные, великые и так далее. А если подумать, ну, других слов-то, в принципе, и подобрать нельзя, потому что это действительно глобально, это всенародное такое единство получается в этот день. Ну, и, в принципе, город Кумертау, конечно же, в стороне не будет стоять. И поэтому, как мы будем праздновать, что у нас будет, что уже сделано, опять же-таки, в рамках празднования 9 мая, годовщина 70 лет Великой Победы. Вот об этом сегодня поговорим. Ну, начнем, наверное, с того, что сделано. Потому что, если раньше как-то было 9 мая, основной пик таких был мероприятий, то сейчас уже, в принципе, вчера, выходя просто на улицу, можно было услышать то, что музыка, оркестр играет, где-то поют песни Победы и так далее, и так далее. Вот что, может быть, кто-то не знал, что где происходило вот об этом? Да, конечно, Алексей, великая и достойная дата, достойная высокопарных слов, самых высоких слов и эпитетов. И это действительно всенародный праздник. Это единение всех, всего народа и любой семьи в нашей стране. В нашем городе мы постарались максимально сделать так, чтобы все наши горожане любого возраста были погружены в этот праздник, стали участниками и зрителями целого парада мероприятий, целого марафона, который у нас начался 1 мая, с первомайской демонстрации, на которой мы также чествовали, приветствовали ветеранов и почетных граждан, дружеников тыла, первостроителей нашего города, которые прошли в первой колонии, возглавили шествие трудящихся и потом приветствовали все трудовые коллективы. Я очень хотела бы сегодня выразить слова благодарности всем трудовым коллективам, руководителям, председателям профсоюзных комитетов, которые третий год поддерживают эту традицию. И можно с уверенностью сказать, что она возрождена в городе Кумертау именно в том виде, в самых лучших советских традициях. И каждый год демонстрация становится ярче, красочнее и лучше. Каждый раз туда добавляются какие-то нюансы, нотки. Поэтому мы очень надеемся, что эта традиция теперь навсегда укрепится в нашем городе. Но если, извините, переблю, если вот про первый мать чуть-чуть, мы так на нем остановились, все-таки возвращение, вот и вы сказали, советские традиции и так далее, не страшно ли это вот с какой-то стороны? Может кто-то скажет, вот, в сапог возвращаемся, как это было принято? Ну, конечно, нет. В Советском Союзе была масса замечательных идей, масса замечательных традиций, которые воспитали не самые худшие поколения, а самые лучшие поколения людей, которые как раз нашу страну и развивали, и были у истоков ее становления. И все годы существования Советского Союза наша страна, конечно, лидировала очень по многим позициям. Поэтому, да, конечно, изменилась несколько идеология, но общечеловеческие ценности, самые главные интересы в жизни каждого человека, они остались незыблемыми. Мы все-таки должны, и каждый человек стремится жить в хорошем коллективе, в хорошей семье. Вот эти традиции единения, традиции прославления человека труда, это очень важно, это очень значимо, и это несет в себе огромное воспитательное значение. Поэтому мы, кумертаусцы, дружная, многонациональная, трудовая семья, которая 1 мая собирается все вместе, чтобы сказать здравствуй, во-первых, весне, труду, хорошей погоде, хорошему настроению, и поприветствовать друг друга, прославляя человека труда. В принципе, согласен с этим, потому что, принимая участие в демонстрации, вот нету такого большего повода для того, чтобы встретить столько много знакомых, столько много всего. Конечно, и общее настроение охватывается, тем более, когда погода в этом году замечательная. Порадовала, да. Порадовала, побаловала нас погода. Так вот, 1 мая у нас начался марафон праздничных мероприятий, который длится, продолжается до сих пор, и, конечно, самый пик мероприятий у нас будет 9 мая, в День Победы. У нас на постоянной основе, я думаю, что поселится и приживется, и станет любимым местом летний кинотеатр, который мы также открыли 1 мая. Пока не так много людей приходит, но я думаю, что, если, опять-таки, будет хорошая погода летом, то все-таки эта традиция полюбится горожанам. И с 1 по 9 мая в летнем кинотеатре, а он располагается в парке, культуры отдыха имени Гагарина в районе Грибка и Сцены, там будут демонстрироваться, уже демонстрируются фильмы о войне, советские фильмы, самые лучшие фильмы, за которые проголосовали наши горожане на сайте. А весь летний период, мы планируем, что летний кинотеатр будет работать июнь, июль, август, каждую субботу-воскресенье будут показывать старое доброе советское кино. Ну что ж, это замечательная, на мой взгляд, идея, которая должна воплотиться в жизнь. Да, и найти своего зрителя. Да, найти зрителя, да, 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 вот именно то, что пользоваться спросом у наших горожан. Так, продолжаем. Это вот у нас кинотеатр. Да, несколько грандиозных и уникальных концертов, вот у нас уже два состоялось, и 8-го будет 3-й, до 9-го мая. Я бы хотела сказать горожанам большое спасибо, что поддержали и пришли на наши концерты. 4-го мая состоялся концерт оркестров народных инструментов и ансамблей под управлением Владимира Ивановича Турченко. Вчера прошел марш духовых оркестров. Это тоже уникальное зрелище и живая музыка. И 8-го мая у нас завтра состоится концерт, который полностью подготовили образовательные учреждения. Это концерт детский, мы его называем, и посвящают дети свою программу ветеранам. Мы приглашаем всех наших горожан к 6-ти часам вечера на площадь угольщиков, что находится перед РКМЦ Дуслык. И маленький такой нюанс, если все-таки оправдаются неблагоприятные прогнозы и будет сильный дождь, то наш концерт состоится в самом Дуслыке, в здании РКМЦ Дуслык в зале, который у нас самый большой в нашем городе. Поэтому мы туда пригласим всех горожан и концерт отменять не будем, просто он пройдет в зале. Стоит еще раз напомнить, что сегодня будут какие-то события. Да, конечно. Сегодня у нас состоится уже традиционная в нашем городе легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кумерталовское время». В 3 часа будет дан старт этой эстафете. Традиционно в ней принимают участие спортсмены образовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений города, предприятий и учреждений. Всем им пожелаем легких стартов. А вечером в 6 часов состоится мероприятие, которое уже не первый раз проходит вот в этом марафоне. Состоялось и 2-го, и 6-го, и сегодня. Это так называемый конкурс, состязание чтецов, стихов, произведений, прозу читают. Это открытый микрофон. Строки, опаленные войной. Сегодня эта площадка будет открыта в сквере имени Мажита Гафури. То есть это уже не первый раз, да? Да, уже мероприятие идет, и оно имеет своего участника и зрителя. Я думаю, что оно очень удачно проходит. И приглашаю еще раз всех горожан в 6 часов вечера в сквер имени Мажита Гафури. Да, Мажита Гафури. Ну что ж, замечательно, великолепно. Сегодня есть куда сходить, есть куда посмотреть. Но самое главное, конечно же, это 9 мая, это День Победы. Вот об этой программе тоже хотелось бы от вас услышать. Потому что, насколько я понимаю, она будет чуть-чуть отличаться от тех Дней Победы, которые были прошлыми. Я хочу сказать вниманию всех горожан, что за многие годы в городе Кумертау уже сложились традиции празднования 9 мая. Они действительно многолетние и очень интересные, яркие мероприятиями у нас традиционно охвачен весь день. Но в этом году, в юбилейный год, мы, конечно, внесли несколько ярких штрихов, усилили интересные моменты. И я думаю, мы очень порадуем наших горожан. Единственное, хочется, чтобы нас порадовала погода. Потому что все мероприятия у нас запланированы на открытых площадках. И, конечно, самое главное и центральное, это то, что начнется с утра. С 10 часов утра мы приглашаем всех ветеранов, тружеников тыла и всех желающих горожан посмотреть на великолепное, замечательное открытие дня. Оно состоится на площади Советов в 10 часов утра и начнется парадом «Салют Победы», парадом Победы, в котором примет участие в этом году 12 образовательных учреждений города участия, 12 коробок кадетов. И они пройдут строевым и торжественным маршем, открывая наш День Победы. После парада Победы у нас состоится торжественное шествие ветеранов войны и тружеников тыла, руководителей предприятий, а также всех участников акции «Бессмертный полк» к монументу боевой и трудовой славы. Но перед вот этим шествием мы хотели бы, стараемся, что у нас все получится, показать всем горожанам удивительное действие, красивое. Это театрализованные экспозиции, страницы подвига народа. Это будут движущиеся композиции на грузовых машинах, которые будут рассказывать о самых главных, основных сражениях и событиях Великой Отечественной войны. И вот вслед за этим такой процессией у нас двинется и шествие ветеранов, и руководителей города, и колонны «Бессмертного полка». В 11.00 ориентировочно у нас начинается митинг на монументе боевой и трудовой славы. Он у нас традиционно проходит с участием огромного количества горожан. И, конечно, в этот юбилейный год он будет ярким, незабываемым. Очень готовятся все наши артисты. В митинге будут принимать участие около 300 только артистов, поэтому это огромная масса людей. Я прошу, конечно, всех горожан и приглашаю их принять участие и заранее определить место своей дислокации, чтобы у нас все всем было видно, и все получили от этого удовольствие и запомнили этот день. Также после митинга у нас начнет свою работу на аллее по улице Ленина полевая кухня. Ух ты! Да, но, конечно, мы уже несколько лет не выставляли полевую кухню, поэтому горожане соскучились. И, конечно, в этот юбилейный год мы не могли обойти это мероприятие, которое также пользуется очень большим спросом, интересом. Вот, поэтому полевая кухня будет работать в этот день два раза. Если все будет хорошо с погодой, это после митинга в районе монумента на аллее улицы Ленина и вечером уже на вечерних мероприятиях на площади Советов. Далее дневная программа у нас начнется в час дня, и здесь пройдет автопробег по нашему городу. Спасибо деду за победу. Традиционно в нем принимает участие молодежь нашего города. Ну и ветераны, воины, интернационалисты у нас принимают активное участие. Поэтому, как показывают последние годы, около ста машин, украшенных по городу, проедут, чтобы поздравить наших горожан. А можно на этом остановиться поподробнее? То есть, если кто-то еще не определился, если еще кто-то хочет принять в этом участие, то есть, куда обратиться? Или ты туда просто приезжаешь на площадь Победы? Нет, хотелось бы, конечно, чтобы все участники заявились заранее. Потому что очень серьезное требование к состоянию машины, к тому, как она будет выглядеть. Затем машина, автомобиль должна обязательно с пройденным техосмотром. Значит, нетонированные стекла должны быть. И, естественно, соблюдая все те требования, которые изложены в нашем положении. На сайте, посвященном 70-летию Победы, на городском сайте у нас изложено все положение. И заявки можно еще подавать. Хотя уже завтра мы, конечно, предварительный сбор участников автопробега уже будем делать и объяснять маршрут, объяснять правила участия. Потому что все-таки это движущееся транспортное средство, колонна целая, которая будет сопровождать экипаж ГАИ. И мы должны полностью обеспечить безопасность наших горожан и участников автопробега. Это очень серьезное мероприятие, поэтому прошу отнестись всех участников к этому предельно серьезно, сосредоточенно и исполнять все требования, которые изложены в положении. А примерное количество уже можете сказать? Ну, на сегодняшний день около 80 заявок у нас есть. Но практика показывает, конечно, люди будут подходить и 9 мая. Мы пункт регистрации заявок развернем сразу после митинга на площади Советов. И большая просьба все организованно к этому отнестись и все требования соблюдать. С требованием можно ознакомиться, еще раз напоминаю, на сайте администрации. Да, на нашем сайте у нас есть положение. Или подойти в Комитет по делам молодежи города Комертау в администрацию и узнать там. Вечерняя программа в нашем городе начнется в 6 часов вечера на площади Советов. Там будут сосредоточены несколько площадок, которые будут работать с разными категориями горожан для разных возрастов. С 6 часов вечера у нас начинается на главной сцене города концерт Духового оркестра. Параллельно с этим будет работать полевая кухня и летнее кафе, где можно будет отведать и получить пайку ленинградского хлеба. Вот эти знаменитые 150 грамм, чтобы почувствовать и понять, что это такое на весь день, этот кусочек хлеба. Затем те экспозиции к странице подвига народа, мы разворачиваем их и вечером. Тут оговорюсь, если позволит погода, потому что у нас это готовят образовательные учреждения, учащиеся школ нашего города. Поэтому, если позволит, то мы развернем эти экспозиции, где можно будет подойти к определенной картине, сфотографироваться. Можно получить будет всю информацию по этому событию. Около каждой машины будет экскурсовод, который будет рассказывать об этой битве или об этом событии. Затем очень востребованные каждый год площадки, которые проводит молодежно-подростковый центр «Самоцветы». Это акция «Голубь мира», когда каждый горожанин может подойти, своими руками сделать голубка, написать имя своего прадеда или деда, воевавшего. И потом все вместе, проговаривая очень красивые фразы, мы отпускаем белые шары в небо. Затем с 7 до 9 будет концерт «Молодой гвардии». «Молодая гвардия» поет песни «Победы». Уже также несколько лет это традиционный и очень любимый нашими горожанами концерт. Ну и с 9 часов вечера заступает наше учреждение культуры, которое подготовили очень яркий, очень красочный концерт с театрализацией. Мы приглашаем всех горожан с 9 до 12 ночи посмотреть этот концерт, где будут принимать участие самые лучшие наши коллективы, а также победители и участники фестиваля «Салют Победы» с различных образовательных учреждений и учреждений города. И завершится все это праздничным победным «Салютом» в 12 часов. Ну, в принципе, такая насыщенная программа получается. Я понимаю то, что когда слушаешь аудиоинформацию, воспринимаешь ее, очень часто можешь что-то упустить. Где, если что, можно еще посмотреть афишу, чтобы сравнить, может быть, да? Да, постарались разместить афиши на всех местах массового прохождения людей. Есть она и на сайте города. В средствах массовой информации во всех и печатных тоже она напечатана, издана. В общественном транспорте города также размещены афиши. Ну и в любое время сайт города можно посмотреть, увидеть, услышать по радио «Арис». Конечно. Я думаю, да. И прийти на мероприятия. Поэтому, пользуясь случаем, я хотела бы, во-первых, поздравить с наступающим великим праздником победы наших горожан и пригласить на все наши мероприятия. Причем, чтобы наши горожане приходили семьями и обязательно взяли с собой детей. Тех наследников победы, которым жить дальше, которые должны сохранять наши традиции. Которые должны это действительно помнить именно в неискаженном варианте, как оно было на самом деле. Конечно. Техническим немножечко вопросом хотелось бы тоже так вот обратиться. Вот говорили про бессмертный полк. То есть пройдутся, как собираться, где собираться. Возможно ли еще сейчас подать информацию? Я тоже воспользуюсь этой возможностью обратиться сейчас ко всем горожанам. Акция «Бессмертный полк» – это уникальная идея. Когда можно соединиться с прошлым и пронести портрет уже ушедшего ветерана вместе со всеми в колонне. Поэтому все, кто хотел бы принять участие в этой акции, мы размещали также в средствах массовой информации и на сайте все пожелания наши. Потому что, ну, чтобы, например, распечатать портрет, сейчас это делает любая фотографическая студия, фотография. Это можно сделать самим, если есть оргтехника. Это портрет может быть в рамке. И лучше бы, если бы он был в рамке, это размер может быть и А4, это листочек альбомный, или А3, это два листочка. Значит, есть специальные держатели. Их в нашем городе изготавливает мебельная фабрика. Туда можно прийти, обратиться и заказать себе вот такой держатель, чтобы прикрепить портрет. Потому что его удобней держать, вот когда он укреплен, и перемещаться с ним удобнее так. Значит, всех, кто подойдет 9 мая, сбор участников акции «Бессмертный полк» будет вдоль Сбербанка, здания Сбербанка. Начиная от сцены и вдоль Сбербанка, за скамеечками ветеранов. Вот в этом месте мы все собираемся. У нас есть организаторы акции, есть и люди, которые будут выстраивать колонну. И есть также баннеры, с которого начнется эта колонна, которая будет обрамлять эту колонну, чтобы это было всем понятно. И вот эта колонна будет двигаться вслед за ветеранами и тружениками тыла. Далее, к месту проведения митинга на монументе боевой и трудовой славы. Также за место за скамеечками ветеранов до ларька цветы. Все это место занимают участники «Бессмертного полка». Нужно сказать, что мы ожидаем больше людей, потому что заявок на сегодняшний день гораздо больше. В прошлом году участников «Бессмертного полка» было больше 300 человек. И сейчас, конечно, эта колонна только увеличится. Я еще раз обращаюсь ко всем семьям и горожанам, что если у вас есть такая память в семье, есть свой герой, то, пожалуйста, вы можете участвовать в этой акции, сами проявив инициативу. И в определенное время, вот 9 мая, подойдя вот к этому месту, еще раз повторяю, начиная от сцены вдоль Сбербанка выстраивается «Бессмертный полк». И принять участие в этой всероссийской акции. Мы говорим о праздновании 9 мая. Уже обсудили все те мероприятия, которые должны пройти на улицах нашего города. Но этим ведь не только ограничивается то, что мы вышли на улицу и отпразднули. Да, вы совершенно правы, потому что вот в этом празднике ведь две огромные цели. Первая – это, конечно, созидание будущего, потому что все наши мероприятия, они больше всего нужны нам, живущим поколениям и будущим поколениям. И вторая цель – это забота о прошлом. И вот заботиться о ветеранах и создавать им условия для их благоприятной жизни, как можно больше общаться с ними и оказывать им внимание – это вторая глобальная цель этого праздника. Поэтому, конечно, в плане наших мероприятий в течение всего этого года и вообще в течение всего времени предусмотрено множество мероприятий по оказанию поддержки, помощи. И самое главное, чтобы людей не оставляли одних – это общение. Я с радостью хочу сказать, что у нас возрождается Тимуровское движение, что в школах города созданы Тимуровские волонтерские бригады, которые посещают ветеранов. За каждым участником Великой Отечественной войны в нашем городе закреплено предприятие. И предприятие оказывает внимание, конечно, и посильную помощь ветерану Великой Отечественной войны. Ну и вообще, в принципе, конечно, мы очень благодарны всем, кто в эти дни и в течение всего этого времени проявляет внимание и заботу. Я хочу сказать, что очень много лет уже в наш город присоединяется опять-таки к всероссийской акции «Память». Это акция, которая предусматривает определенные скидки, льготы на услуги, на товары для ветеранов и дружников тыла. Поэтому с удовольствием хочу сказать слова благодарности нашим предпринимателям, которые в этом году, их более 30, присоединились к этой акции. И очень многие магазины, парикмахерские салоны оказывают все услуги со скидкой. И уважаемые ветераны могут, конечно, этим воспользоваться. Но особенно хочу сказать о некоторых, которые глобальные акции такие объявили. Это, например, стоматология «Жемчужина», с которой вот уже заключено такое соглашение, что весь в течение этого года все наши участники Великой Отечественной войны могут обслуживаться в этой стоматологии бесплатно. То есть лечение зубов им будет предоставлено на бесплатной основе. Такси «Корона» тоже нас в этом году очень порадовало, что весь май участников войны они абсолютно бесплатно доставят в любую точку города. Поэтому такие широкомасштабные акции у наших предпринимателей, они только радуют. Ну и, конечно же, вот та забота и меры социальной поддержки, которые оказывают и наше государство, и республика, и город, заключается в теплоте наших сердец. И мы очень хотели бы, чтобы подольше с нами жили ветераны. В нашем городе на сегодняшний день проживает 51 участник Великой Отечественной войны и 948 дружеников тыла. Им всем нужна забота, поддержка и внимание. И я обращаюсь к горожанам. Если у вас по соседству или далекий родственник, или в семье вашей живет такой человек, который действительно героически отстоял эти годы, и сделал все, чтобы приблизить День Победы, то обратите на это внимание. Также я хотела бы поблагодарить и все те бригады и волонтеров, которые принимали участие во вручении, в церемониях торжественных, вручении юбилейных медалей. Потому что церемонии у нас прошли в течение апреля месяца в школах нашего города, в профессиональных образовательных учреждениях. На высоком уровне были подготовлены встречи ветеранов, концертные программы. И на сегодняшний день из 1039 медалей, которые предназначены для нашего города, практически все вручены. Не врученными остались только около 50 медалей, которые за последние эти дни мы, конечно же, вручим. – Еще, прежде чем завершить нашу программу, еще вопрос. Мы говорили об акции «Бессмертный полк», но еще идет акция «Лица Победы», которая, соответственно, на телерадиокомпании «Арис». И тоже уже не первый год. Мы очень рады, что каждый год горожане очень неравнодушно к этой акции относятся, внимательно смотрят, замечают портреты. Это здорово, потому что каждый хочет увидеть своего героя. И вот очень много звонков поступает и в телерадиокомпанию «Арис», и к нам. И я бы сейчас хотела некоторые моменты пояснить для горожан, чтобы это было более понятней. За годы составления, скажем так, этого большого проекта у нас накопилось очень большое количество портретов. Поэтому за один, два или даже три выпуска ежедневно, которые бывают на телеканале, их невозможно показать всем. И, уважаемые горожане, если вы за вечер, когда крутится вот этот ролик «Лица Победы», не увидели своего дедушку или прадедушку, то не нужно огорчаться, потому что таких портретов, вот таких роликов на 2-3 минуты, вот сколько в эти 2-3 минуты пройдет портретов, вот таких роликов у нас уже больше 10. То есть, понимаете, что в течение нескольких дней только полный круг завершается показа всех тех портретов, которые на сегодняшний день имеются. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, будьте терпеливы. И я хочу сказать, что вот этот замечательный проект на телеканале «Арис» продлится целый месяц май. Поэтому вот эти ролики, они будут демонстрироваться, и можно просто уточнить, прийти, есть ли ваш родственник, портрет, может быть, заменить портреты или какие-то технические вопросы. По таким вопросам, конечно, нужно обращаться в телерадиокомпанию «Арис». Но я хочу поблагодарить наших горожан за то, что вот за эти годы мы накопили такой огромный материал, что его даже невозможно показать ни в один, ни в два дня. Поэтому спасибо вам большое за то, что мы все вместе сохраняем историю. Но я присоединюсь к вашим словам, потому что и в таком виде тоже эта история ценна. То, что она нужна, это никаких вопросов даже не... Она бесценна. Она бесценна, да, вопросов никаких по этому поводу не может возникать. Программа наша завершается. Наталья Михайловна, большое спасибо за то, что пришли. Я понимаю, у вас напряженный график сейчас, потому что это действительно очень много событий происходит. С наступающим вас праздником. Вам всего хорошего. И вас тоже с наступающим праздником. Всего доброго. Великой победы. Спасибо.